Севастопольский региональный штаб Общероссийского народного фронта ведет активную работу по сохранению объектов культурного наследия города. Для этого создана специальная группа. В ее задачи входит содействие в решении проблем сохранения уже имеющихся объектов и выявления новых. Рабочая группа руководствуется указами президента Российской Федерации и его выступлениями по вопросам сохранения культурного наследия. С недавнего времени члены регионального штаба Общероссийского народного фронта включились в работу по сохранению мастерской почетного гражданина Севастополя, выдающегося скульптора Станислава Александровича Чижа. В мае следующего года исполнится 10 лет со дня его смерти. По мнению представителя рабочей группы севастопольского штаба ОНФ Григория Григорьевича Донца, к этой памятной дате мастерская должна получить статус объекта культурного наследия. Это станет отправной точкой в создании мемориального музея скульптора. Это наследие великого мастера города Севастополя. Я хотел бы, чтобы севастопольцы поняли. Это наше благо, это наше счастье, что человек оставил нам в наследство свыше 150 своих значимых работ. Подчеркиваю, только значимых. Следы его творчества в Севастополе есть везде. И когда заходишь в помещение, где творил мастер, ты ощущаешь этот дух. Да, пусть оно не выглядит презентабельно. Но в этомся и прелесть, чтобы мы и последующие поколения понимали, в каких условиях творил этот человек. Напомним, члены Севастопольского отделения Союза художников России высказываются о целесообразности сноса мастерской Станислава Чижа и строительстве на ее месте гостиницы. Там, по их мнению, можно разместить экспозицию, посвященную творчеству скульптора. По словам Григория Донца, он ознакомил с проблемой председателя законодательного собрания Екатерину Борисовну Алтабаеву и получил поддержку. Председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам городского парламента Татьяна Михайловна Щербакова отправила в Департамент имущественных и земельных отношений правительства Севастополя запрос об уточнении собственника здания мастерской. После того, как будет определен собственник, встает вопрос о том, чтобы в первую очередь данное здание было передано в собственность правительства города Севастополя. Это является необходимым и достаточным условием для того, чтобы в последующем это здание объявить вновь выявленным объектом культурного наследия в соответствии с федеральным законом об охране объектов культурного наследия.